На сегодняшний день в музее действует 35 выставочных залов, в которых наглядно отображена богатая история и культура страны с древнего периода до наших дней. Самые древние экспонаты относятся к 4-5 тысячелетию до н.э. Азербайджан – это страна с богатой и древней историей. На территории Азербайджана были обнаружены древние поселения, где жили древние люди. Также одна из них – это Азыхская пещера, которая находится сейчас в данный момент под оккупацией армян в Физулинском районе. Обнаружил эту пещеру археолог Мамедали Гусейнов. В 1968 году исследовали Азыхскую пещеру и обнаружили там самая главная часть челюсти первобытного человека Захантропа. Благодаря этой находке Азербайджан вошел в карту древнейшие обитатели Европы. Территория Азербайджана издревле славилась производством знаменитых кавказских кинжалов, кольчуг, нагрудных щитков, щитов и сабель, различных секир и шлемов. Коллекция оружия и воинского обмундирования Национального музея истории является одним из значительных собраний памятников материальной культуры. Подобное обмундирование принадлежало вождям племени. Такими орудиями они атаковали врагов, а подобные браслеты служили защитой от вражеских ударов. На бронзовом поясе воинов времен первого тысячелетия нанесены изображения волка и рыбы. Считалось, что именно эти два животных олицетворяют власть и силу. Защита родного края издревле считалась самым почетным занятием для мужчины. Воины, проживавшие на территории современного Азербайджана, снискали себе славу своими боевыми качествами и богатырской силой. Обмундирование воинов было тяжелым, и поэтому они тренировали, чтобы набрать силы. Использовали баргиры и проводили состязания. Места, где проводились состязания, назывались зор хана. Зор – это означает сила, а хана – помещение. Одевали спортсмены вот такие брючки, называют это тамбаны. В руки брали вот такие штучки, называются миль. Одна миль весит 12 килограммов, и они обязательно должны были танцевать, делать физические упражнения на одной ноге. Конечно же, кто проигрывал, он покидал игру. А кто оставался, его назначали самым сильным пехлеваном. Одно из главных сокровищ музея истории – богатое нумизматическое наследие Азербайджана. В главном монетном хранилище республики собрано свыше 150 тысяч монет. Нумизматический фонд охватывает более чем 2000-летний период государственности Азербайджана, всю историю монетной чеканки и денежного обращения на его территории. В богатой коллекции музея собраны монеты разных эпох – Кавказской Албании, Арабского халифата, феодальных государств, монгольского нашествия и правления Шерваншахов. Именно в период правления этой династии в Азербайджане наступил период расцвета культуры и искусства. На весь мир прославились произведения великого азербайджанского поэта Низами – научное открытие знаменитого ученого на Средина Туси. В тот период были сооружены изумительные архитектурные строения, роскошные шахские дворцы и оборонительные крепости. Широкую популярность в мире получили ковровые изделия из Азербайджана. Богатейшее собрание ковров и ковровых изделий хранится в этнографическом фонде Музея истории. О древней истории ковроткачества в Азербайджане свидетельствуют труды множества древнегреческих, римских и арабских авторов. Национальный музей истории Азербайджана охватывает и современный период страны. Здесь хранятся важные исторические документы, фотографии и научные произведения. Часть экспонатов посвящена развитию нефтяной промышленности Азербайджана – знаменитым историческим личностям, в том числе первым лицам государства. Музей каждый год пополняется новыми экспонатами, каждый из которых представляет собой частичку богатой истории Азербайджана.